добрый день дорогие друзья все хотели увидеть с нетерпением а да ю а я уже по привычке мне уже все нравится все хотели увидеть ремонт премиум класса даже даже одни наши знакомые тоже очень переживали хотели ну хотя бы кадры из такой красивой квартиры горит и что у вас там происходит вот но я думаю теперь они посмотрят так что на финальной стадии все практически сейчас привезли декоративку привезли уже розетки выключатели то есть еще раз напомню что эта квартира делалась без проекта делалась без каких-либо вообще обсуждений была одна фотография из интернета которая отражала всего лишь раздвижные двери те которые хотел именно заказчик так что наверное все таки здесь анушик это твоя и моя заслуга то что сейчас увидите вы вот в конечном итоге конечно же это будет очень серьезная ремонт очень много красивых деталей очень тонких деталей и что вам еще хотел бы сказать критиковать можно вот понюхать потрога новизну до новой квартиры и потрогать декоративку new car новая да давайте сейчас буду аккуратненько рассказывать что где как вот это вот эта декоративка сейчас ее многие спутаются аксомитом так вот это не аксомит это называется африка вот это коридор в которой в стиле вот это стиль африка называется сейчас мы сняли пленку потому что собственник приедет буквально через пару тройку дней для того чтобы увидеть все свои вот свои наработки наверное конечно же они больше наши но тем не менее нам дали нам дали добро а соответственно мы стараемся ответить тем же плитка здесь 80 на 80 это тоже немаловажный такой фрагмент разметку делал лично анушик вот это тоже его заслуга обратите внимание здесь сделаны все по центрам центральная плитка кладется в санузел центральная плитка идет на вход центральная плитка идет и здесь в общем ну идеальный идеальный расклад идеально звезды сошлись вот так что давайте сейчас с декоративками разберемся ну на видных местах кранике у вас как обычно здесь будет у нас шкаф тоже мебель уже заказано вот этот лючок который вверху это лючок ревизии всех подсветок и замены трансформаторов вот туда залазишь в шкаф и можно заменить все трансформаторы которые будут диодной подсветки отвечать за диодную подсветку так давайте дальше заходим сюда спальня спальню поговорили в мятных тонах таких примерно здесь декоративка называется бельсет пробовали пробовали наносить ее как оксамид ничего хорошего вот у бельсета касса свое нанесение нанесение хорошими широкими большими мазками на любителя в общем тоже поэтому но мне нравится как он смотрится вот именно вблизи потому что когда когда смотришь на него вблизи он очень мягкий шелковистый бархатисты даже где-то не знаю олежка хочешь давайте покажем это как персик да да очень очень приятный оттенок вот олег человек который делает здесь декоративку и отвечает за все вот эти вот в общем свои художества так что если надо вам нанести декоративку по крайней мере вы будете знать кто на лазаревском делает хорошо декоративку потому что такие люди чаще всего на дороге не валяются их надо искать искать надо причем долго и упорно так розетки выключатели может быть и не распечатывал сюда они у меня в машине ёлки-палка нет я бы сейчас по прикладывал ну ладно ничего мы сохраним интригу для того чтобы вы могли посмотреть что в конечном итоге мы сделаем буквально в понедельник сегодня пятница буквально в понедельник зайдут уже натяжники натяжные потолки чтобы вы так примерно хотя бы ориентировались на 53 по 52 9 на 53 квадратных метров здесь по моему 350 тысяч обойдутся натяжные потолки они называются теневые что это значит вы увидите тоже в следующих выпусках ну и сейчас давайте пробежимся еще у нас одна декоративка но перед ней зайдем в санузел в санузле в санузле есть такая маленькая красивая декорная линия которую в принципе ну вот 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 что придумали соответственно конечно же все это проектировал я дизайн тоже мы исходя из нам просто так собственник дал такой карт-бланш соответственно все это в светлых тонах здесь на потолке у нас еще будет здесь на потолке у нас будет еще лечка здесь уже джакузи все это уже куплено все уже сделано дальше дальше у нас уже частично мы установили инсталляцию уже поставили с термостатом гигиен душа рекомендую просто такие вещи ставить потому что во первых они очень удобные во вторых температура очень качественная то есть вы выбираете один раз выставляете температуру и соответственно лечка будет уже водичка будет лица именно с того момента как вы выставили здесь сделали смотрите я сейчас приоткрою завесу вот как это будет в конечном итоге ребята сейчас все это по заклеивали вот для того чтобы сами понимаете не испортить все эти уголочки вот все это глянцевая соответственно не хотелось бы поцарапать где-то и что-то такое сделать вставочки здесь конечно очень-очень маленькие вот поэтому к ним мы тоже сейчас будем относиться с таким знаете большим упорством и бережностью такой так пойдем как раз теперь самое главное самое главное декоративная вещь она еще не готова да как раз ты ждал меня чтобы обсудить этот фрагмент все я понял короче здесь пока сделано только основа да да первичка за так и есть но все равно все равно уже по крайней мере это уже на комнату похоже да и сейчас как у нас этот называется олежка нет у него как-то у него как-то название есть 45 гранит нет это у него еще как-то как-то название там есть в общем да в следующих выпусках это мармарина только подробно называется вот и все если бы ты сейчас сказал я бы может быть потому что прошел уже два месяца после того как мы выбирали эти все материалы соответственно ну самое главное что у нас все в теме сейчас можно отсюда давай пить сейчас ты сюда а я сюда отсюда можно посмотреть примерно цветовую композицию но примерно как травертина будет он потом будет и он еще будет еще оттенки сейчас мы добавим там еще будет целая куча но сейчас я имею ввиду как будет выглядеть кухня то есть у нас уже все все готово для того чтобы покрасили трубы эту кстати тоже можно газовую трубу тоже красить такой же цвет кисточка покрасьте и пускай будет нефиг не отличаться от всего поэтому примерно внешний вид который будет будет выглядеть вот так вы с гостиной выходите и видите вот примерно вот такую часть сколько это стоит это просто я не знаю это миллионы денег потому что все что мы покупаем я могу немножко так озвучить то есть допустим стоимость декоративных материалов на такую квартиру обходится где-то 150 200 тысяч розетки выключатели я вчера оплачивал счет 92 тысячи с копейками потолки я уже сказал 350 тысяч то что будет продольное освещение теневые тут столько нюансов что просто ну голова кругом и когда меня просят посчитать сколько это стоит каждый день цены плавают ну в основном в большую сторону они всегда вверх ползут поэтому здесь здесь ничем помочь мы не сможем кроме как сэкономить и сделать какие-то скидки потому что экономии со здесь на этой квартире экономия составила уже я даже не знаю сколько мы уже наверно за сотку перевалились это просто из там 5000 там 10000 там 15000 на плитке 40 50 тысяч то есть и плитку мы кстати тоже купили на нее где-то было около 40 с чем-то тысяч по моему экономии хотя плитку мы тоже купили на по моему 450 тысяч ну да хотя бы 10 процентов это уже 45 тысяч вот и вот и подумайте просто помогаем ли мы конечно помогая кто-то скажет что премиум-класс это уже писали безвоздушная покраска вот ты как как-нибудь прокомментируешь это лишь но так попросов смотри ремонт премиум-класса это все связывают вот один из наших подписчиков связывает это просто с безвоздушной покраской просто безвоздушная покраска бенджамин мур там или что-то такое какой смысл никакого если можно сделать намного интереснее намного дороже намного ярче да согласен я у себя дома сделал аксамид и ни разу еще не пожалел об этом простой аксамид это покраска и кусочки обоев ну что у нас остался в заключении санузел у нас здесь два санузла один санузел хозяйский а второй мы его называем гостевой поэтому смотрите как здесь распланировано один мы инсталляцию уже поставили но в любом случае мы ждем все таки унитаз уже тоже куплены он стоит но технический унитаз для этого стоим ждем не хватило у нас чуть-чуть плитки все как обычно здесь у нас распределительный коллектор кстати знаешь чё а ножик я сечу его тоже покрасить и все реки вот этот она будет очень хорошо смотреться просто валиком прокатайте хорошо и пускай на такой же серенькой будет да 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 все сделать так сюда короче у нас осталось кто-то кстати кстати кто-то кто-то говорил кто-то говорил что мы не используем вернее используем гидроизоляцию неправильного назначения на поддонах так вот сейчас можно увидеть что вот эта гидроизоляция это второго слоя и вот это третий слой вот это как раз это получается уже третий слой гидроизоляции которая используется она специально эластичная купили ну это мозаика купили шторку потому что сейчас установим установим здесь смеситель для душа и здесь уже купили шторку потому что собственник приедет сейчас на несколько дней отдыхать соответственно мы все сделали для того чтобы он мог принимать душ тепленький купили водонагреватель в общем все готово для того чтобы начать и закончить так что друзья я думаю экскурсия была полезная по времени такой ремонт делается где-то уже больше 4 месяцев точно это где-то около 6 наверно месяцев мы делаем до эту квартиру очень много просто кто задаст вопросы а теперь самый главный вопрос сколько это стоит я думаю всем вам будет интересно так вот полгода назад когда мы заключали договор этот ремонт стоил 17 тысяч рублей квадратный метр на данный момент 19000 стоимость даже комфорт-класса вот и в следующих выпусках мы вам расскажем обязательно как люди делают за 15 тысяч ремонт да вместе с материалом и что ждет и что ждет таких вот людей которые сами себя получается обманывают так что друзья оставайтесь на связи подписывайтесь на канал комментируйте если вам нравится ставьте лайк обязательно ну по возможности буду отвечать на вопросы если что в следующих выпусках когда эта квартира будет готова уже полностью мебелированная может быть получится мы тогда еще собственником запишем интервью как как у него проходил ремонт вот так что я с вами прощаюсь всего доброго пока пока